Здравствуйте! Здравствуйте, девочки! Всем привет! Сегодня у нас такой, видите, с вами красивый прямой эфир. Попытаемся сфокусировать. Вот такие я вам сегодня про такие гели расскажу. Очень интересные, какие у нас есть новогодние, новогодние, красивые. Что с ними можно делать? Всем привет! Здравствуйте! 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 Ну что, девчонки, давайте уже начнем. Да, вы, еще кто-то присоединяется. Что это такое? Что это красивое такое? Я вам расскажу, расскажу, сейчас покажу. Это гель, который называется у нас Феникс. Их 5 оттенков, 5 цветов. Посмотрите, они потрясающе блестят. Они очень и очень красивые. И знаете, все говорят, они что, одинаковых оттенков? Нет, они все разных, все 5 разных оттенков. Причем у них есть такая фишка и такое преимущество, что эти материалы по-разному смотрятся на разных цветах и на разных оттенках. Мы сейчас, конечно, это я вам сейчас покажу. Так, давайте сначала один ноготочек я вам накрашу. Я возьму спектрум. Гель-лак спектрум номер 3. Такой очень красивый сиреневый оттенок. Так. Покрою ноготочек, покрою ноготок. Так, вот тонким слоем. Ну, спектрум тоже, конечно, потрясающий. Это у нас такой гель-лак. Смотрите. У него такие частицы голографические. Он потрясающий, конечно. Очень красиво смотрится, блестит. Отправляю в лампу. Вы знаете, вообще этими гелями, да, Феникс, я очень люблю делать коррекции. Очень люблю делать коррекции, если у вас есть клиент, который задержался. Опоздал. И вам нужно коррекцию сделать очень-очень быстро, поверьте. Очень-очень удобно им делать. Его накладывать, докладывать возле кутикулы. Абсолютно потом нет разницы никакой. Смотрите, возьму синий. Это у меня Марк Люкс. Гель-лак такой синий. Нанесу его на ноготок. Так. Тоже Тонким слоем наношу. Смотрите, очень красивый тоже синий оттенок. И отправлю его сушиться в лампу. Причем это у нас премиальная линейка гель-лаков, да, Марк Люкс. Покрываются в один слой. Но я люблю в два таких, знаете, толстеньких, ой, тоненьких слоя их покрывать. Опять возьму Марк Люкс номер 37. Тоже им покрою ноготок. У этих гель-лаков очень удобные кисти. Очень удобные кисти. Поэтому, посмотрите, видите, очень хорошо они так, ну, он и растягивается, материал. Покрываем. Так. Всем привет, привет, здравствуйте, девочки, здравствуйте. Да, смотрю, все пилят, все присоединяются. Видимо, все уже на корпоративах. Так, кто-то погулял, кто-то еще не погулял. У нас вот был корпоратив в пятницу. Кто-то смотрел тоже эфиры. Так, посмотрите, темный оттенок, прям темный-темный нанесу. Вы не представляете, как красиво на нем будет смотреться тоже наш гель-феникс. Несмотря на то, что гель-феникс вот в таких баночках... Привет, привет всем, здравствуйте. Это он наносится и на базу гель-лака, ну, на цвет гель-лака, ну, как говорится, и на натуральный ноготок, и на смоделированный. Носится он и там, и там очень хорошо. Так, и давайте вот в светлом покрою. Это у нас будет Королева 70-я. Гель-лак Королева. Такой бледный, нюдово-розовый оттенок. И тоже его растяну. Здравствуйте, а здравствуйте, Алтайский край. Скажите, у кого-нибудь есть эти такие потрясающие цветные гели-феникс? Я думаю, что есть у многих. А теперь смотрите. Во-первых, у них блестки-блестки разных размеров. Из-за этого такой получается потрясающий-потрясающий блеск они дают. И у них в чем фишка вообще всех этих гелей? То, что смотря на какую подложку их положить, из-за этого они зеркалят. И знаете, такое ощущение, что один цвет, но на разных подложках он смотрится абсолютно-абсолютно по-разному. И вот так я его растягиваю, растягиваю прям. Вот смотрите, как дождь такой получается. Очень красиво. Здравствуйте, Дальний Восток. Здравствуйте. Да, пятый есть. Наташенька, здравствуйте. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Так, смотрите. Видите, как он очень красиво смотрится. Посмотрите. Это прям по-новогоднему. И дело в том, что, вы видите, он не так, во-первых, блестки. Они ложатся все очень ровненько. Они не торчат, не выпирают ни с какой стороны. Этим они, конечно, и удобны, этот материал. Вот смотрите. Давайте возьму какой-нибудь тоже темный цвет. Темный такой, смотрите, темно-фиолетовый. Возьму феникс номер три. Тоже очень люблю я этот оттенок. Так, феникс номер три. И тоже его сделаю в растяжку. Также, конечно, им можно делать и камни. Кто любит, там можно им дополнять ваши дизайны. Ну, мы вот так. И вот здесь я его вот так вот растяну. Он очень хорошо. Расход его прям вообще, знаете, минимальный. Просто минимальный. Вот так в растяжечку вытяну. Скажите, пожалуйста, в чем причина отслойки геля со стекловолоком? Сегодня купила новый материал гельфайбер. И нанесла себе попробовать в качестве укрепления. Без подложки. Пожалуйста, в чем причина отслойки геля со стекловолоком? Он у вас, не понимая, в чем снялся через пару часов полностью. А вы его на что накладывали? Вы его, ну, вы знаете, вообще первый раз я об этом слышу, чтобы... Здравствуйте, Якутия. Так, что хочу сказать. Во-первых, стекловолокно. Это вы у нас брали, называется, PH-база. Правильно? Я вас поняла. Если... Я показываю на данный момент третий. Да, это четвертый был. Четвертый показывал, Феникс. Во-первых, что... Как нужно этот материал наносить, эта PH-база, на свой ноготь? Ну, понятно, что на свой ноготь. У вас ноготь, видимо, был очень-очень слабенький и очень тонкий. Потому что под... Если это твердая такая база, под нее нужен какой... Ну, смотрите. Сначала делаете стандартную подготовку ногтевой пластины. Затем наносите праймер. Праймер. Нанесли праймер. После праймера, если у вас очень тонкая ногтевая пластина, и вы ее очень хорошо там забафили, зашлифовали, я не знаю, все-таки лучше нанести сначала тонким слоем какую-нибудь базу, движущуюся, ну, например, каучуковую. Каучуковую базу тонким слоем наносите. А затем уже делаете выравнивание, либо, ну, укрепление именно файбером. Именно PH-базой. Потолще наносите. Вы очень тонко, видимо, нанесли PH-базу, и из-за этого она у вас не держится на ногтевой пластине. Просто чуть-чуть. Просто тонким слоем сначала каучуковой базой промажьте. Тонким слоем промазали, высушили. И затем наносите уже на него файбер. PH-базу. Пожалуйста, пожалуйста. Так, если что, пишите. Пишите, я вам подскажу. Пишите мне в личку, я вам также подскажу и расскажу. Хотите у нас на страничке в Никанагель, хотите мне в личку Календина Наталья, я вам отвечу и подскажу. Девчонки, потому что, вы знаете, сейчас такая тенденция пошла. У многих все это не держится. Вот, поверьте, базами сейчас до такой степени большое количество вообще непонятных фирм, непонятных компаний, что просто-напросто до такой степени портится ногтевая пластина у ваших клиентов, что ничего не носится. Да и у нас у самих, ну правильно, согласитесь. Поэтому, ребят, я вам, конечно, подскажу, как это лучше сделать, чтобы у вас все это держалось и носилось. Так что пишите, буду очень рада. Так, ладно, заговорились. Смотрите, я нанесла феникс номер 3 на один ноготочек и теперь на темный. Я тоже все на себе всегда пробую, не поверите. У меня сейчас тоже на данный момент на одной руке одна база, на другой руке другая база. Тоже тестирую на себе базы. Поэтому, вы знаете, я все... Ну, если на то пошло, то, вы знаете, как говорится, на нас все носится. Ну, бывает такое что-то, что на нас не держится. А так на нас все носится. У нас только клиент вечно ходит. Говорят, что у них что-то не носится, что-то не держится. Смотрите. Вот один и тот же цвет. Дайте я сейчас так отодвину, чтобы он не обликовал. Но подложки разные. Вы видите, как он по-разному смотрится. Один и тот же феникс. Гель феникс номер 4. Очень сильно блестит, поэтому камера даже не фокусируется. Почему печет гель? Почему печет гель, девчонки? Ну, почему? Потому что это экзотермическая реакция. Это трение происходит. Молекула начинает очень быстро двигаться. И когда молекула очень быстро двигается, понимаете, вот смотрите, когда мы, например, трем вот так вот руку, да, идет такое тепло прям по руке. Ну, например, там проедем мы почему-нибудь, ну, там, рукой, да, и у нас прям ржение начинается на руке. Вот видите, очень вот трем, да, пальцем кожу. И у нас начинается прям тепло идти по руке. И здесь происходит такая же реакция. Молекула начинает очень-очень быстро двигаться. Из-за этого происходит как эффект трения. Поэтому гель, материал начинает, ну, печь в лампе. Ну, вы когда ручку вынимаете из лампы, да, это жжение перестает. И здесь также, да, когда мы трем сильно руку, раз, убрали, жжение прекратилось. И здесь просто-напросто, ну, как, кладем ручку, убираем. Здесь без этого никуда не деться и не обойтись. Так уж вышло. Где вы представлены свою продукцию в Питере? В Питере мы представлены в Пориснейле и в пилках, в пилках, по-моему, пилки. Так, красивый, красивый. Да, реально красивый. Так, теперь отправляю тоже в лампу. Знаете, я говорю вам, я делаю, знаете, мне такие страшные руки, вот честно. Потому что тестирую на себе материал, не могу снять ногти, простите. Поэтому очень такие страшноватые у меня ручки. Ну, и теперь давайте еще вот здесь вот на синенькие нанесем. Но они все очень красивые. Я возьму феникс номер два. Им очень круто делать камни. Вот смотрите, ими вот эти сейчас новогодние шары. Посмотрите. Он, во-первых, очень густенький. Он стоит вот так вот, видите, на высоту. Вы можете его прям нанести и вот так вот новогодние шарики им сделать. Раз. Посмотрите, видите, он никуда у вас не плывет, не затекает. Это очень-очень удобно. А потом взяли финишем, просто покрыли и все. Во-первых, не топорщатся у вас ваши, ну, блестки. Смотрите. Пожалуйста. У меня отслаивается гель-лак пластами. Хотя наношу и базу, и в конце топом. У вас может быть, у вас может быть еще, смотрите. Если у вас очень, может быть, влажная ногтевая пластина, может быть, у вас гипергидроз, поэтому у вас и очень большие, как говорится, ну, потоотделения, поэтому влажные руки. Девчонки, еще что я вам хочу сказать. В конце топом. Еще что, смотрите. Для того, чтобы, ну, что делала я. Я вот, я вам честно скажу на своем опыте. Когда я работала с клиентами, я работала в салоне, я не пользовалась кислотными никакими праймерами. Для того, чтобы убрать полностью влагу с ногти, и чтобы не было никогда отслоек, поверьте, у меня никогда не было у моих клиентов отслоек, просто-напросто берете обычный ацетон и протираете ногтевую пластину обычным ацетоном. Протерли. Ацетон не разрушает ее, он просто убирает всю влагу. И затем уже наносите праймер свой, бескислотный. Поверьте, будет носиться все идеально. Следующая реакция при полимеризации гелия. Его затвердя. В жидко состоянии в твердое выделяется огромное количество тепла. Поэтому происходит, Женя. Вы же моя умница. Спасибо вам, Ириночка. Спасибо большое. Либо недосушен. Ну да, чем больше материала, тем больше горит. Да, вы видите, спасибо. Так. Теперь смотрите. У нас получились вот такие очень интересные. Да нет, фирма гель-лака, вы знаете, может быть фирма гель-лака не подходит. Может быть и не подходит. Может быть он очень мягкий у вас. Но в любом случае, девчонки, я вам честно скажу, что такое отслойки, что такое неносибельность материала. Это все косяк мастера. Что-то мастер делает не так. Поверьте. Если идут отслойки, если идут карманы, да, еще как по-русски, по старинке скажем. Это все-таки косяк мастера. Потому что, значит, что-то неправильно было в подготовке ногтевой пластины. Да, некоторые гели сильно не пекут, но, значит, это гели не до такой степени твердые. Вы знаете, бывают жесткие, плотные гели, а бывают более такие мягкие. Поэтому есть, да, есть материал, который имеет жжение, есть, который не имеет жжение в лампе. Есть и такое. Но в любом случае, если его нанести потолще, он все равно начинает печь. Вот. Ну, давайте вот так я повыше подниму. Как наносить светлые оттенки без проплешин? Светлые оттенки. А, девчонки, я вообще, вы такие молодцы. Вы знаете, у меня здесь был вебинар с нашими представителями. Вопрос-ответ. Знаете, столько вопросов не было. Вы большие молодцы, что задаете столько вопросов. Как наносить светлые оттенки без проплешин? Ну, что вам хочу сказать? Тоже так, знаете, один раскрою такой секрет. У нас в нашей компании вообще все светлые оттенки пастельные, они все-таки плотные. Плотные и очень хорошо наносятся. Нужно выбрать фирму, конечно, не скупиться и выбрать подороже, чтобы все-таки он хорошо наносился, чтобы он не был таким майонезным, чтобы он не был таким жидким. Но в любом случае, так как я говорю из древности, у нас раньше не было такого количества гель-лаков. У нас, например, в компании были только гели. Если были гели пастельных оттенков, то к нам тоже приходили клиенты, когда просили такие цвета нанести на ногтевую пластину. Все мы морщились и говорили, нет, только не это, давайте лучше темные, темные круче будут ложиться, потому что все боялись светлых тонов. Почему? Потому что, да, ложились с проплешинами, были такие, знаете, жидковатые, в несколько слоев, в один, два, три. Девчонки, ну что я делала? Если у меня какой-то был бледненький такой цвет, я просто-напросто, что я, я на базу, на базу наносила белый гель-лак. Я наношу что-то светлое, что-то светлое, какой-то светлый гель-лак, например. На данный момент есть большой плюс и большое преимущество, есть молочные базы. Вы можете сначала нанести молочную базу, а затем уже сверху покрывать какими-то нюдовыми оттенками. И тогда получится у вас потрясающий эффект, поверьте. Вам не нужно будет 25 слоев накладывать, как какой-то пастели. Ах, Космопрофи, у меня ваши тоже полосят. Я говорю, девчонки, а еще полосят. Чтобы они не полосили, чтобы они не полосили, смотрите, пожалуйста, не проминайте и не нажимайте сильно на кисть. Вот у меня Королева. Королева, сейчас я вам покажу. У меня еще как раз один типс есть. Вот гель-лак Королева. Тоже, видите, 70-й, светлый оттенок. Вы просто не умеете, ну как, ну извините за такой, конечно, такой конкретик. Просто наносите, смотрите, сначала вы его наносите и, пожалуйста, не нажимайте на кисть сильно, не продавливайте сам материал. В любом случае все оттенки, все цвета наносятся в два тонких слоя. Смотрите, тонким слоем, просто по поверхности разравниваете его. И чуть-чуть подождите, подождите, он у вас сам идеально выровняется. Смотрите, видите, он весь, и у меня сейчас на данный момент он весь идеально-идеально разравнялся. Нигде нет никаких ни полосок, ни проплешин. Пожалуйста, вы просто чуть-чуть подождите, потому что вы очень сильно нажимаете на кисть и продавливаете материал. Наталья, вы обалденная и безотказная преподаватель этим пользуется. Они забывают эфир какими-то детскими вопросами, не по теме, не по ферме. Честно, отвлекают. А мы огромное спасибо, обожаю. Девчонки, ну блин, ну правда, ну многие, да, они отвечают на такие вопросы. Ну а что теперь поделать? Ну, девчонкам тоже интересно. Я, конечно, все могу понять. Вопросов таких очень много поступает. Вы знаете, вы смотрите за эфирами. Я, конечно же, буду вам все рассказывать. Спасибо вам огромное за такие слова. Вообще, знаете, как приятно. Так, и сушу, отправляю сушить в лампу. Поэтому, если у вас не получается наносить, пожалуйста, попробуйте молочную базу. Или молочную базу наносить в свои пастельные оттенки. Ну и затем вот это все мое хозяйство. Я потом покрою 3D-финишем. 3D-финишем перекрою. И у нас будет все, конечно, по-новогоднему красиво. Ребята, спасибо вам большое. Вы знаете, вот прям вот очень-очень рада, что сегодня была с вами. Сегодня такой, знаете, эфир лайтовый, да? Особо дизайнов никаких я вам не показывала. Ну, показала вот такие вот 3. У меня тут телефончик еще садится, к сожалению. Вот такие вот базы, ой, базы гели на феникс. Поэтому, конечно, приобретайте. Они у нас очень-очень крутые. Спасибо вам большое, что вы сегодня были все со мной. С вами увидимся в среду. В среду покажу вам, подготовлюсь, покажу какие-нибудь новогодние супердизайны. Покажу вам новинки, какие у нас пришли в нашу компанию. Так что, так что, так что, всех вас жду в среду. У нас в среду будет, я так надеюсь, что все-таки, да, пообещаю вам, пообещаю, что у нас будет новинка нашей компании. Это белый дым. Это такая потрясающая краска. Расскажу про ее преимущества, какое можно использовать, для чего она нужна. Вы пока можете там ролики посмотреть. У нас в интернете висят на страничке, у меня на страничке. Ура, ура, все, спасибо, девчонки. До свидания.